Продолжение следует... Продолжение следует... Семья, в которой женщины несчастны, в скором времени разрушится, но семья, в которой женщины испытывают счастье, всегда будет процветать. Законы Ману Воспоминания Первый в мире фильм с участием одного актера. В главной и единственной роли Сунил Датт, автор сценария – миссис Наргиз Датт. Песни исполняют Лата Мангешкар, Махендра Капур, Мисс Молли. Воспоминания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продюсер и режиссер Сунил Датт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наacji Продюсер Звонил и звонил. Никто не поднял трубку. Трия! Трия! Паван! Гита! Куда все попрятались? Трия! Трия! Алло, алло, алло! Кульдип, ты? Что случилось? Чем ты так напуган? Нет, нет, ничего такого. Невестка дома? А что? Я хочу, чтобы она благословила меня. Благословила? Сумасшедший, ты идешь покорять гору Эверест? Нет, это важнее всех гор. Я женюсь. Женишься? Да. Это тебя удивляет? Конечно, ведь до этого ты клялся, что навеки останешься холостяком. Я нарушил эту клятву. Ты знаешь почему? Да-да, причина. Это невестка. Невестка так украсила твою жизнь, превратила твой дом в рай. Я увидел все это и решил жениться. Я хочу, чтобы на мою свадьбу невестка пришла первой. Но это не означает, чтобы ты не приходил. Эй, что случилось? Ты уснул? Алло, алло, Кульдип. Мы все вместе придем. Очень хорошо. А теперь, мой дорогой, быстрее позови невестку к телефону. Слушай, Кульдип. Прия. Она... Ее нет дома? Я понимаю. Около вашего дома кинотеатр. Она повела детей смотреть мультики. Конечно. Точно. Пока. Пока. Я очень глупый осел. Я плохо думал о Прие. А она просто ушла с детьми в кино. Прия очень скоро вернется. Уже идет. Друзья, мы поругались. И теперь я хочу с ней помириться. Теперь я должен быть хорошим актером и начать свое выступление. Госпожа идет. Постепенно дверь открывается. Госпожа входит и смотрит на меня недовольно. Затем она смотрит с гневом на детей. И дети убегают в спальню, не пожелав папе спокойной ночи. После этого она снова смотрит на меня огромными глазищами. И шарк, шарк, шарк идет в спальню. Но я бегу за ней, хватаю ее за руку и спрашиваю. Госпожа, почему вы все еще сердитесь? Поговорите со мной. Она начинает кричать на меня и говорит. Отпусти мою руку, я не хочу с тобой разговаривать. Опять я беру ее за руку с плачущим выражением лица и говорю ей. Любовь моя, без тебя моя жизнь ничто. Это просто ад. Я буду биться головой до тех пор, пока не умру. Ты даже не представляешь, как сильно я люблю тебя. Я буду молиться на тебя. Я вижу тебя богиней в храме. Ее лицо краснеет от гнева. И она говорит мне. Ты лжец, ты постоянно врешь. Никто не разговаривает с богиней в таком тоне. Из ее огромных глаз капают слезы. Кап, кап. Я становлюсь расстроенным и говорю, что не хотела горчить ее. Я не мог сказать тебе ничего плохого. Она соглашается. Каждый раз ты так поступаешь. Если я запишу каждое твое слово, тогда ты поймешь, как грубо, глупо и вульгарно ты разговариваешь со мной. В конце концов, что ты думаешь обо мне? Я твоя жена. Я мать твоих двоих детей. Затем я подхожу к ней вплотную и говорю ей. Забудь о том, что случилось. Ты единственная в моей жизни. Ты знаешь, о чем я думаю. Если бы ты опоздала на пять минут, то нашла бы мое мертвое тело. Она поспешно закрывает мой рот своей ладонью. После этого она говорит. Нет, нет, ради бога, не говори так. Потому что каждый знает, ни одна женщина не хочет овдоветь. Я получаю выгоду от слабости моей жены и обнимаю ее. Своими губами я касаюсь ее мягких губ. И после я крепче и крепче обнимаю ее. И снова счастье приходит в нашу жизнь. Алло, алло, это ты, Вишама? Сколько раз я говорил тебе, не звони мне домой. Моя жена подозревает меня. Сегодня мы снова поссорились. Слава богу, она сейчас не дома. Иначе опять возникнут проблемы. Да-да, пожалуйста, прекрати. Давай прекратим этот разговор навсегда. Слушай, Вишама. Если в следующий раз ты захочешь позвонить мне, звони не домой, а в офис. Я знаю, чье это любовное письмо. Это от моей любимой Прии. О, да, я прав. Дорогая, только ты знаешь все обо мне. И о моей любви. Дорогая, пожалуйста, прости меня. Я так устал. Я на самом деле устал. Поэтому я хочу выпить немного виски. И после я прочитаю твое милое письмо. Спасибо. 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 Ой, извини, дорогая. Одну минуту. Все время я отвлекаю тебя. Любовное письмо от Трии. Я больше не могу терпеть твоих разговоров. Я ухожу из дома. Ты думаешь, что ты создал этот дом? Да-да, я создал. Я построил его своими руками. Это мой дом. Сегодня он стал твоим домом? Ты забыл, как ты сказал мне. Когда ты войдешь в мой дом, он станет раем. Я все сделал. Я. Я дал тебе этот дом, детей, уважения и счастья, которое хочет каждая женщина. Не делай мне одолжения. Ты женился на мне. Брак не означает, что я продал тебе мою свободу. Я не твой слуга. А я твоя дешевая проститутка? У меня даже нет права спросить тебя, где ты был всю ночь. Я занят все время для тебя. Я работаю день и ночь. У меня что, нет права отдохнуть? Чтобы отдохнуть, ты идешь к другой женщине. Я знаю, что ты делаешь всю ночь, когда не возвращаешься домой. Ты тоже не святая. Если я не прихожу домой, ты тоже делаешь много вещей. Прекрати этот вздор. Тебе не стыдно сомневаться во мне? Да-да, я сомневаюсь в тебе. Если я бесхарактерный и отвратительный, то ты тоже. Прекрати это. Как ты можешь так говорить? Ты говоришь, я бесхарактерная? Я? Я принимаю этот дом как храм. Я молюсь богам здесь. И я верю в тебя, как в бога. Но ты не бог. Ты дьявол. Кто не уважает мать своих детей, тот не уважает свою мать тоже. И сомневается в ней тоже. Замолчи, не смей говорить о моей матери, иначе я убью тебя. Убью. Убью. Да, убей. Убей меня. Мы уходим из этого дома. Подальше от тебя. Тебе незачем уходить. Это я от тебя ухожу. И никогда не вернусь. Тебе незачем уходить. Тебе незачем уходить. Тебе незачем уходить. Тебе незачем уходить. Ты сумасшедшая. Преступница. Грешница. Ты позор всех женщин. И твой рай, и твой ад, все внутри этого дома. Когда твоя нога ступает за дверь этого дома, ты совершаешь величайший грех. Ты индийская женщина, и ты моя жена. Во время нашей свадьбы ты поклялась у священного огня, что мы будем жить вместе и умрем вместе. Ты сбежала от меня. Ты замарала свою репутацию. И теперь ты думаешь, что я прощу тебя? Я позволю тебе приблизиться ко мне? Нет, нет, я не прощу тебя. А мои дети? Кто разрешил тебе забрать их с тобой и разрушить их жизнь? Я не позволю тебе оказывать свое дурное влияние на моих детей. Я заберу их у тебя. Я посмотрю, как ты сможешь забрать у меня моих детей. Полицейский участок. Полицейский участок. Алло. Инспектор Хариш слушает. Чем могу вам помочь? Чем я могу вам помочь? Алло. Алло. Что я делаю? Я звоню в полицию. Теперь эту информацию узнает весь город. Только посмотрите. Моя репутация, мой престиж, мое имя. Все заработано тяжким трудом. Теперь все разрушено. Замарано. Люди ничего не скажут тебе. Позор ляжет на меня. Люди будут тыкать в меня пальцами, говорить, что моя жена сбежала с моими детьми. Ты разрушила мою жизнь. За это я никогда, никогда не прощу тебя. Ты думаешь, я не смогу жить один? Я умру один? Я останусь в этом доме. Я буду жить здесь и покажу тебе. Я смогу жить без тебя. Я останусь жить здесь и не буду ни от кого зависеть. Я все смогу делать сам. Пока мои руки и ноги здоровы, я буду все делать сам. Если кто-то думает, что окажет на меня давление и я сдамся, он ошибается. Меня не просто сломать. Придет время и я покажу, кто я на самом деле. Я помню, как в тот день в том ресторане я увидел твое ужасное лицо. И на весь этот ужасный ресторан только один стул был свободен напротив тебя. И я сел на него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, если позволите, могу ли я присесть здесь? Садитесь. Спасибо. Официант, чашку кофе. Да, сэр. Вирна, дорогая. Где твое лицо? Я не вижу его. Рустом, что ты делаешь? Я запуталась в твоей бороде. Дурманит дымом сигарета твоя. Планета кружится. Мне кажется, я пьян. Замолчите. Занимайтесь своим делом. Кофе, сэр. Официант, счет, пожалуйста. Что? Ваш кофе. Простите. Дорогая, где твоя талия? Там, где твои руки. Это пузо, а не талия. Вот как? Не щекочи меня. Все смотрят. Дорогой, почему ты не ешь? Кушай, кушай. Я закажу для тебя еще одну тарелку. А где твоя тарелка? Моя тарелка. Но ты же ешь из моей тарелки. Тогда где моя тарелка? Твоя тарелка. Твоя тарелка. Кажется, я видел вас раньше. Меня зовут... Я вас знаю. Вы студент городского университета и очень хороший оратор. В последние два года вы выигрывали кубки. Ваш счет, госпожа. Это невозможно, ведь мы уже знаем друг друга, и теперь я оплачу ваш счет. Что за черт? Почему вы схватили за руку мою сестру? Брат, ты лучше помолчи. Я просто хочу оплатить счет. Если ты оплачиваешь счет, то думаешь, можешь хватать ее? Вы неправильно меня поняли. Я понял тебя, придурок. Очень хорошо понял. Майор, следите за своим языком. Заткнись. Это была наша первая встреча. И я был очень зол. И я готов был переломать все кости твоего брата. Но я подумал, что отомщу другим способом. Я сделаю твоего брата моим шурином. Сделаю моим шурином. Сделаю моим шурином. Сделаю моим шурином. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дорогие леди, джентльмены и студенты, снова Анил Мехро выиграл этот приз. О вековом доме он представил свое мнение очень красиво и экстраординарно. Он доказал, что дом – это храм, и я уверен, что когда он женится, он превратит свой дом в рай. Привет! О, привет! Ваша речь была превосходной. Вам понравилось? Да, очень понравилось. Да, ваш брат не пришел с вами? Привет, красавчик! О, поздравляю, это была хорошая речь. В прошлый раз мы поругались с тобой, я надеюсь, ты простил меня? Хорошо, я прощаю вас, майор. Ладно, прия, я пошел. Ты остаешься? Да, брат. Хорошо, пока. Пока, майор. Привет. Привет. Когда мы снова встретимся? Когда скажете? Завтра. Послезавтра? Нет. Через два дня? Нет. Тогда когда же? Однажды, в какое-то время, в каком-то месте, в конце концов, мы встретимся. Пока. Какая девушка? Пока. Какая девушка? Какая девушка? Сегодня я думаю о Боге. Э nursing избав condition, который я имею вину в кино, я м-rasc연ésusiembre. Вы? У меня нет. Кто или у меня? Он был на ней? Я не找 Gonna. Я не хочу. Приехали я. Я неotechn Hebrew. Я хочу mostrar. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 всю жизнь анил анил ты не настолько слаб ты не настолько слаб анил ты не настолько слаб ты не настолько слаб анил ты не настолько слаб нет при я я очень слаб очень слаб внутри меня Пылает большой огонь. Я не могу контролировать эту страсть. Трия, погаси мой пожар. Погаси мой пожар. Погаси мой пожар. Трия, да? Если этот дождь будет идти всю мою жизнь, я вымокну под ним. Твоя любовь — это дождь. Твоя страсть — это дождь. А я мокну и мокну под ним. А после я устану от этого. Совсем вымокну. Я обниму тебя и буду стоять так до тех пор, пока не кончится жизнь. Да-да, я тоже хочу этого. Дождь, сильный дождь. Я утону под ним. И ты всегда со мной, всю жизнь со мной. До последнего дыхания. О чем ты думаешь? Я думаю, ты... Что? Трия, выходи за меня замуж. Войди в мою жизнь навсегда. О чем ты думаешь? Я думаю, ты... Что? Трия, ты не ответила на мое предложение? О, Трия, выходи за меня замуж. Да, я выйду. Конечно, выйду за тебя. Очень скоро. О, Трия, выходи за меня. О, Трия, выходи за меня. Бог меня... Да, я и 1986 год. Трия, выходи за меня. КОНЕЦ КОНЕЦ Доктор, доктор, поздравляю, у вас сын. Сын? Мальчик. Спасибо, доктор. Как он, как он выглядит? Могу я его увидеть? На одном дыхании вы задали так много вопросов, можете пойти посмотреть. Спасибо. Так похож на меня. Вылитый я. Глаза, нос, уши, все как у меня. Просто вылитый я. Вылитый я. Ты такой собственник? Нет, нет. Он на тебя тоже похож. Губки почти как у тебя. Розовые, прекрасные, как лепестки роз. Прия, сегодня ты выглядишь так очаровательно. Ты такая красивая. Ни одна женщина в мире не сравнится с тобой. Чего тебе надо? Каждый год рожаешь мне по ребенку и выглядишь все такой же красивой. Люблю тебя. Люблю тебя. Посмотри на себя. Ты простужен. Я знаю, что ты шел под дождем, чтобы повидать меня. Теперь поскорее иди домой и прими таблетку от простуды с горячей водой и ложись спать. Хорошо, не забудь. Нет, запей горячей водой. Конечно. И послушай. Да, не ложись поздно. Не лягу поздно. Очень хорошо. Сначала у него родилась девочка, потом мальчик. Это подарок Бога. Зачем ты поминаешь Бога? Это все благодаря его усилиям. Все, семья укомплектована. Кто-нибудь снимите меня со стола. Ну вот, последись, Шьяма. Он уже отец двоих детей, а я все еще холостяк. Кто-нибудь, обратите на меня внимание. Ну что за комедия в самом деле? Мистер Анил, не желаете выпить? Спасибо. Мне кажется, я вас видел раньше. А вы видели всех девушек в этом городе? Да. Я видел всех красивых девушек в городе. Я думаю, вы не из этого города. Да. Я из Монте-Карло. Монако. Прекрасно. И как вас зовут? Шьяма. Шьяма. Выпьем за самую прекрасную Шьяму. Выпьем. Выпьем. Дорогая Шьяма, началась музыка. Пойдем танцевать. Мистер Адвани. Отстаньте. Анил, мы здесь. Удели и нам немного времени. Иду, иду. Мисс Шьяма, мы еще увидимся. Много раз. Конечно, конечно. Дети, дети. Люди без отдыха производят детей. Люди только и говорят об этом. Еда готова, но некому подать. Я думаю, вы очень проголодались. Ужасно. Вы совершенно правы. Пожалуйста, принесите мне куриный сэндвич. Конечно, конечно. О, моя бесценная любовь. Ты не понимаешь. Я говорю об истинной любви. Ты сидишь напротив меня, а я лишь смотрю и смотрю на тебя. В глубине своего сердца я поклоняюсь тебе. Я верю в тебя, как в богиню и приношу тебе цветы любви. Ну, а я просто сижу. Что мне делать? Направь на него вентилятор. Иначе мухи сядут ему на голову. Глупый кульдип. Почему ты просто не сделаешь ей предложение? Жизнь станет раем. Дурень. Зачем ты выдаешь меня? Ты же знаешь, я ни на ком не хочу жениться. Вот как? Тогда зачем ты морочишь меня так много дней? Прости, ты неправильно меня поняла. Замолчи. Тишина, тишина, тишина. Мистер Анил. Да, сэр. Иди сюда. Я здесь. Кто-нибудь, дайте бутылку шампанского. А теперь мистер Анил откроет бутылку шампанского. И мы все вместе поднимем тост за новорожденного сына Анила. Отлично! Отлично! Замечательно! 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 О, да! Это за моего сына! За моего сына! Замечательно! Продолжение следует... 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 Иди сюда. Уже два часа. Как я пойду? Дети не отпускают. Просят лечь с ними. А мне тогда куда идти? Иди в большую комнату. Я уложу детей в нашей спальне. Давай быстрее, иначе я не усну всю ночь. Очень ты нетерпелив. Иди. Мама, твоя комната такая большая, а наша комната... Такая маленькая. Для тебя мы тоже сделаем большую комнату, Гита. А теперь оба спите. Нет-нет, мама. Я не буду спать с Гитой. Кован, Гита твоя сестра. А теперь спи. Давай ложись. Ложись. Папа. Папа. Паван, ты все еще не спишь? Папа. Ты сказал нам с Гитой спать на разных кроватях. Тогда почему вы с мамой спите на одной кровати? Послушай, Паван, не надо этих разговоров. Иди ложись спать. Хорошо, сынок? Папа. Сегодня я буду спать с тобой. А Гита будет спать с мамой. Паван, ты очень мне мешаешь. Сейчас же иди спать. Молодец. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Папа, расскажи мне сказку. А после этого ты уснешь? Да, папа. Обещаю. Ну, хорошо. Однажды Паван взял ружье и пошел на охоту в лес. Какое ружье, папа? Триста три. Неожиданно, одна овечка подбежала к Павану и стала плакать. Паван, спаси меня. Спаси меня. Спаси меня. Иначе тигр убьет меня. Паван погладил овечку и сказал ей. Не плачь. Я убью тигра. В тот же момент пришел тигр. Увидел Павана и сказал. Паван, уходи отсюда. Я съем овечку. Паван ответил. Послушай, тигр, если ты убьешь овечку, я застрелю тебя. Тигр закричал. А Паван стал стрелять, и пули попали в тигра, и он убежал в лес. Паван подошел к овечке, и она сказала ему спасибо. Спит? Вот и хорошо. Эй! Что? Паван уснул. Теперь и ты тоже спи. Чего? Теперь я понял. Ты отправила Павана ко мне? Сколько раз я тебе говорила. Сейчас дети подросли. Они уже все понимают. Завтра купи две кровати. Хорошо, я куплю. Но... Но что? Вчера я присмотрел бриллиантовое ожерелье для тебя. Правда? Я думаю, не стоит покупать это ожерелье. Послушай. Я люблю тебя. Скажи еще раз. Не один раз, а сто раз я повторю. Люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Трия. Да. Ты такая хорошая. Ты купишь мне ожерелье? Не одно. Я куплю тебе тысячу ожерелий. Ты моя жизнь. Правда? Да. Мама. Папа. Мама. Сынок, я бегу, бегу. Бегу, бегу. Я рассказал Павану сказку. Паван убил овечку. Не овечку. Я убил тигра. Паван выстрелил в тигра. И тигр убежал в лес. А овечка сказала спасибо Павану и пошла есть травку. А Паван вернулся домой. Он покушал, послушал папину сказку и пошел спать. Спи, сынок. Молодец, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Я построил красивое бунгало. И вся моя семья теперь живет в нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где она? Где ты? Где ты? Отзовись. Что ты кричишь? Я готовлю для детей завтрак. Паван, пей молоко. Нет, мама, я не буду пить молоко. Допивай молоко быстрее. Я опаздываю. Молодец. Ты разбила тарелку. Да-да, ты разбила тарелку, подаренную твоим отцом. Где мой тальк? У тебя привычка каждый раз кричать. Я поставил его на туалетный столик. Сколько раз я говорил тебе, не бери мою расческу. Мне это не нравится. Почему ты не пользуешься своей расческой? Ты будешь кричать оттуда или спустишься вниз? Завтрак остынет. Я пойду в таком виде или оденусь сперва? Где моя одежда? Ты что ослеп? Не видишь, что твоя одежда лежит на кровати? О, вижу, вижу. Большое спасибо. Пусть дети поторопятся. Сегодня я отвезу их в школу. Давайте скорее, папа отвезет вас. Нет, мы не поедем в школу с папой. Ну что это? Где пуговка? А это не поглажено. С тех пор, как в доме появились дети, ты совсем обо мне не заботишься. Что еще случилось? Взрыв мозга случился. Снова и снова одно и то же. Очень идиотская ситуация. В этом доме никто не заботится обо мне. Это брюки, это рубашка. Сожги их. Все время, дети, дети, дети. У тебя есть время только для детей. Еда для детей, сказки для детей, мультики для детей. И у тебя есть время спать с ними ночью. А для меня у тебя нет времени ни днем, ни ночью. Все говорят, что моя жена превратила этот дом в рай. Прекрасный рай, в котором я живу голым. Ты знаешь, что этому глупцу некуда идти. Отовсюду он вернется домой. Если у тебя нет времени, я пойду сегодня в трусах. Что тут страшного? Люди будут надо мной смеяться? Ну и пусть. Они поймут, какая у меня хорошая жена, как она обо мне заботится и в каком виде отправляет из дома. Что ты делаешь из мухи слона? Так кричишь. Подожди, я пришью пуговку к брюкам. Нет, я не хочу пуговку, я не хочу штаны, я не хочу рубаху. Ты делай свою работу, а я буду делать свою работу. Сегодня я пойду голым. Слышала? Я пошел. Тебе не стыдно идти раздетым? Почему это мне должно быть стыдно, а не тебе? А спросят, я сошлюсь на тебя. Поклянись детьми, что не пойдешь в таком виде. Довольно этих глупостей. Каждый раз пользуешься моей слабостью. Ничего не случится с клятвой. Это мои дети, не твои. Иди. Папа, папа. Спидись. Спидись. Прекратите, иначе я побью вас. Павангита, вот я вам. Сейчас вы получите. Я вам задам. Куда все побежали? Что ты творишь? С детьми ты сам становишься ребенком. Ты замолчи. Сегодня я проучу их. Ломай. У нас так много вещей. Ломай все в доме. Павангита, где вы? А, вы здесь? Папа проиграл. Папа проиграл. Папа проиграл. Я проиграл. Сегодня я поймаю вас и научу палить из ружья. Ешь яблоки. Ешь бананы. Ешь апельсины. Подождите, я вас сейчас поймаю. Тогда берегитесь. Я поймал Павана. Я поймал Павана. Я поймал Павана. А теперь скажи, кто выиграл? Папа. Паван, чей сын? Папин или мамин? Папин. Паван хороший мальчик. Вот твоя рубашка, вот твои брюки. Я пришила пуговицу. Теперь быстрее вези детей в школу. Ах да. Не забудь вечером купить две новые кровати. Такси как и у меня. Продолжение следует... 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 Паван! Паван! Мой сын! Мой сын! Обиделся на меня! Куда ты ушёл? Я оставил своего папу одного! Мой сын! Папа так по тебе скучает! Так скучает! Вернись к папе! Паван! Вернись к папе! Паван! Мой сын! Вернись! Куда ты ушёл? Мой сын Паван! Я не могу жить! Я не могу жить! Я не могу жить! КОНЕЦ 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 Я не могу жить! Я не могу жить! Они оставили меня одного, совершенно одного. Эти воспоминания. Эти воспоминания убивают меня. Они убьют меня. Нет, нет, нет. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Этот дом, дом, этот дом превратился в лес. Повсюду в этом доме огонь. Я потушу этот огонь. Я потушу этот огонь. Я разрушу этот рай. Разрушу. Я выброшу из своей головы все эти воспоминания на всю свою жизнь. Нет, нет. Я один. Совершенно один. Все забыли обо мне и стали чужими. Стены этого дома знают меня. Каждый угол этого дома знает меня. Много ночей я провел здесь в одиночестве. Так много ночей. Сегодня. Сегодня. Я. Я. Я задыхаюсь. Задыхаюсь. Что это за место? Раньше я был здесь. Почему это зеркало так смотрит на меня? Почему на этой расческе так много волос? Это звук чьих браслетов? Чей это голос? Слышен повсюду. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Нет. 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 Это не я. Это не я. Это не я. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Нет. Прия. 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 Ты была моей мечтой. У меня не было никакой связи и никаких отношений с тобой. Никаких отношений с тобой. Я прекращу эту мечту. Я разрушу этот дом. Никто не живет в этом доме. Никто не живет. Теперь никто не войдет в этот дом. Никто не войдет. Никто не войдет. Прия! Прия! Моя Прия! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ушли от меня Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я предал тебя. Я разрушил счастье этого дома. Этот дом был храмом. И я разрушил чистоту этого дома. Я превратил рай в ад. Я грешник. Я грешник. Я, я не имею права жить. Прия, пожалуйста, прости этого грешника. Прия! Прости, прости этого грешника. Прости меня. Прости, прости этого грешника. Прости. Прия. Прия. Прости, прости этого грешника. 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 Если бы не наши дети, я бы сделала то же самое. Я довела тебя до такого состояния. Если бы я не ушла из дома, ты бы никогда этого не сделал. Ты бы никогда не сделал этого. Прия, Прия, ты даже не знаешь, как сильно я люблю тебя. Я преклоняюсь перед тобой. Без тебя жизнь, как смерть. Для меня. Прия, Прия, ты богиня. Богиня, Прия. Нет, я не богиня. Я не богиня. Зачем я ушла от тебя? Почему мои ноги вывели меня из этого дома? Накажи меня, накажи меня. Нет, Прия, нет, Прия. Я забыл свою богиню. Я забыл свой дом. Я забыл своих детей. Ты пришла и наступил мой рай. Прия, наступил мой рай. Папа, мы пришли. Паван, Гита, детки мои. Как вы оба? Как вы? Как вы? Папа, почему ты плачешь? Ты же тигр? Да, сынок. Твой папа тигр. Твой папа тигр. Ну, ладно, дети. Теперь идите в свою комнату. Идите. Хорошо, папа. Мама, пойдем с нами. Пойдемте, дети. Пойдемте. Мама, а папа хороший? О, боже. Да, сынок. Ваш папа очень хороший. Наш папа хороший. Наш папа лучше всех. Снова счастье пришло в печальный дом. Вернулись звуки смеха и счастья. Снова пришел свет в этот дом. Муж и жена ссорятся, но после становятся одним целым. Они сердятся друг на друга, но потом договариваются. Дом снова становится все тем же домом, где живут счастье, любовь и уважение. Муж и жена ссорятся, но потом договариваются. Муж и жена ссорятся, но потом договариваются. Муж и жена ссорятся, но потом договариваются. Фильм переведен и озвучен по заказу Марии Нестратовой. Перевод – Бхаргав Дегшит и Евгения Халтурина. Озвучивала Настя. Продолжение следует...